Снижение пенсионного возраста, металлургов и шахтеров поддерживают Мининдустрию. Вот только гарантировать скорейшие изменения рабочим не могут. По словам чиновников, последнее слово остается за Министерством труда. Сегодня в зоне повышенной опасности работают свыше 200 тысяч казахстанцев. А вот повышение зарплат от 20 до 40% им обещают уже в этом году. Как заявили чиновники, к примеру, стоимость меди за последние два года выросла почти вдвое. Сейчас составляет 9,5 тысяч долларов за тонну. Поэтому возможность для повышения доходов рядовых рабочих у предприятий есть. Но что будет дальше с окладами сотрудников, пока непонятно. Ведь к 2025 году в стране заработает новый экологический кодекс. Предприятия обяжут установить газоочистные сооружения стоимостью в несколько миллиардов тенге. Вместе с этим в десятки раз вырастет размер налога на выбросы. Поэтому расходы компаний горно-металлургической отрасли однозначно возрастут. После 2025 года будет угород налог. Если наше предприятие не исправит свое экологическое состояние по выбросам, то им придется платить дополнительный налог. А это значит снижение конкурентоспособности наших товаров. То есть здесь интерес государства, чтобы меньше выбросов было. Могу предположить, что возможно прибыль чисто сократится.